В этом выпуске! Есть каскадеры, которые прыгают, есть каскадеры, которые взрываются, есть каскадеры, которые ездят на машинах, но есть человек, который руководит всеми каскадерами и всеми департаментами каскадерского цеха. Это постановщик трюков. Олег, привет! Начальник каскадеров, здравствуйте! Слушай, а зачем они чем-то обмазывают вот таким липким? Это чтобы лучше прилипало, да? Прямо говорится, что это липкая мина называется. В носок там засовывали шашку и приклеивали. Солидолом обмазывают, это смазка техническая, такая густая-густая, чтобы она прилипала и вот ее как бы бах. То есть это как бы настоящее военное действие? Это, видимо, такой метод, который люди в процессе войны, да, вот они же придумывали всякие штуки. То же самое и вот это. Вот, вот здесь манекен взорвался. Здесь смотри, он же шевелится. Его шевельнули чуть-чуть, потому что если он будет статичный просто, то у нас будет резать глаз. Человек бежал, да, то есть с этой бомбой, ну, грубо говоря, мины, и приклеил. То есть у него вот это движение было, как бы, а здесь они немножко подхватились, то есть с манекеном. Хоть и он практически сразу взорвался, но все равно зритель успевает заметить, что стоит кукла. То есть Спилберг настолько замороченный, что даже в маленьком секундном кадре все равно должно быть движение, чтобы не врать. Конечно, это лучше, дополняет. То есть его чуть-чуть там сдвинули. То есть и Спилберг это еще не говорит о том, что это все прямо роботизировано там и так далее, и так далее. Он кривой, он весь сделан, я не знаю. А вот смотри, вот сейчас взрыв был, хлам разлетелся. Это что за хлам? Это какое-то все специально бутафорское, правильно, чтобы он там бошки не проломил? Ну да, вот стоит конус, туда закладывается вот эта бутафория, то есть либо резиновая, либо даже пенопластовая, или что-то наподобие того. Там же реально, смотри, там кирпич, он как мячик отскакивает. Это то, что касается, то, что может прилететь либо в камеру, либо в актеров, ну где опасность есть, да. Вы сами это готовите, либо реквизитору пишите список, что вам нужно, чтобы это все летало? Взрывами любыми, да, занимаются пиротехники. Даже если это воздушный взрыв, все равно это работают ребята пиротехники. Каскадеры этим не занимаются, нигде причем. То есть, ну получается, все равно при выстреле танка, это получается, закладывается два снаряда, да? Один из этой пушки выкидывает весь этот хлам, а второй уже из самого танка стреляет. Да, ну конечно. То есть мы видим выстрел и видим попадание. Ну естественно, ничего оттуда не вылетает из дула, ну кроме дыма. Ну это уже пиротехника, там заряжают, они прямо с краю ствола танка, да, грубо говоря, по-народному дуло, чтобы все понимали. Все, а здесь закладывают взрыв, я не знаю, либо пневматикой, либо пиротехнический, и совмещают. У меня тут огонек как будто из головы. Из головы, да, из головы, и оператор явно перехватился такой, раз в бокс сдвинул. Хорошо камера трясется здесь. Это чтобы реалистичность, да, такого речь? Да, динамику создают. Да, есть такое ощущение, что мы присутствуем там. Кадр, кадр, да, да, прям добавляет. Я слышал, что там они, когда снимали, вот делали тряску, не на посте, а просто дрель тупо привязали к камере. Камере дрель. Да, 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 и нажимали перфоратор в какие-то моменты. Реализм такой. Это все громко происходит на площадке непосредственно? Все эти взрывы, выстрелы? Взрывы, да, ну громко, конечно. Внимание! И раз, два! Гримеры выдают беруши. Чаще всего я их не одеваю. Один раз оплатился за это, был реальный взрыв такой хороший. В Грузии снимали кино, у нас был взрыв, мы на балконе стояли, туда типа залетают заряды. Я стоял, и напротив стояла моя жена, бывшая. После этого бывшая? Что-то как-то это, странно звучит. Не, ну сейчас уже бывшая. Я свои отдал ей, но у меня перепонка лопнула. А ее что-то сейчас слышишь на это ухо? Не, она зарастает. Скорее всего, вот эти бутылки долетающие, они дорисованные туда лопали. И потом посмотри, сам огонь, он бьется вообще с другого места, нигде попали бутылки. Там, видимо, явно было заложено. Да, ну там заложено специально, да, потому что куда бы они ни попадали, да, у них уже заряд есть. Им нужен результат попадания, большой взрыв. Здесь явно стопроцентное горение. Вот человек горит полностью. Явно же лицо для этого закрывается, правильно? Да, здесь вот очень похоже то, что это маска на самом деле. А как вы считаете маски? Это как фантомат одевается? Да, 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 это силиконовая. Они, причем, у них сейчас очень хорошо сделаны. В 10 метрах ты можешь не понять. То есть одевается под шлемник. То есть под маску еще что-то одевается? Да, 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 обязательно. Вы когда снимали стопроцентное горение человека, вот, когда он отгорел, я спрашиваю, что, как? Да, нормально. То есть там вообще нет никакого риска, что ли, там, или это все-таки бромба? Нет, риск есть. Есть человек, хорошо одетый в спецсредство, в спецкостюм. Он просто может дольше как бы это все выдерживать, прежде чем почувствовать тепло. Вообще начинали как-то давно, горели в этом возбесте. Такая дубовая ткань. Ну, короче, вот ей трубы обматывают тепловые. Но он, кстати, очень хорошо держит. Но говорят, что от него бывают онкологические заболевания. А дышать как там? Ты дышишь внутри костюма, что у тебя там есть, но определенное время. Но, в принципе, обычно долго не надо. А легкие не сгорают от горячего воздуха? Нет, так оттуда не проникает огонь. Когда долгое воздействие идет, огня, да, уже может зайти под костюм. Самое опасное – это вдохнуть. Много людей погибало именно из-за ожогов легких. Люди уезжают в больницу, да, травмированные, но они уже даже начинают приходить в себя, а потом раз – сердце не выдерживает, там это какое-то… В общем, отравление. Ну да, да, да. Горным газом. И все. Частичное горение, то есть когда не одеваются, допустим, маски, да, и на открытые участки мажется специальным холодящим гелем, который чуть-чуть защищает от языков пламени. То есть в основном рассчитано на то, что если тебе будут языки пламени захлестывать кратковременно, да, он как-то сдерживает. Вот они живые, я вижу, они шевелятся. Что они чувствуют, когда прилетает вот этот весь огонь в них? Что там? Это называется фок, когда огненный, да, он не такой громкий, как, допустим, пороховой. У нас была история, был такой сериал «Жизнь, судьба». У нас была сцена подобная. Ехал броневик с немцами, там 8 человек, по-моему, было внутри. Гономак называется. Я был огнеметчик, короче, у меня баллон на спине был. Снайпер попадает в баллон в этот. У меня под ногами была небольшая вспышка, ребята все были, мы намазаны. Вспышка взрывалась, и потом из кабины там стоял огнемет еще, постоянный непрерывный огонь давал. Все полезли так же вот через борта, а я крайне оставался там и внутри еще суетился. Я как в мангале там, в общем, бегал, 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 и у меня вот этот состав, которым я был намазан, он весь прогорел, когда спрыгнул туда на землю, да, я еще там что-то изображал, типа горю, на самом деле я вот просто уже дымился, я же не знаю, горю или не горю, короче, народ уже ржет там. Да успокойте бы его, съемка закончена, он все еще лежит. Вот он сейчас бежит, по нему стреляет, как сделать так, чтобы актеру глаза так черту не выбило? Это воздушные посадки, предположим, актер бежит, соответственно, у них такая строчка, грубо говоря, из таких мортирок маленьких, уже такие трубки, насыпается пыль, а подача идет воздушная, и они дальше нажимают, то же самое, как пиротехника, только воздух. То есть, получается, это не кто-то сидит и маркером ставит эти стрелы, а это прямо из земли вот эти заложенные? Это да, это все, да, они просто расставляют их, как бы насыпают пыль. То есть, он в тишине бежит и играет, что ему громко? Ну, не совсем тишина, но так. То есть, получается, даже если ему попадает это условно в лицо, перед ним, срывается ничего? Ну, пыль может попасть здесь, единственное что, но она такая. А вот смотри, вот здесь сейчас они стреляют, они стреляют по людям, а вместо крови вылетает белые пятна. Это я первый раз у Спилберга увидел. Вот это его находка, я думаю. Но это очень хорошо работает, потому что на такой дистанции, на людях, если посадки с кровью ставят, их не видно, а пыль работает. А, то есть, не специально, чтобы обрисовать вот этого человека на общем плане? Ну, то есть, попадание, показать, что в него попали. И это оправдано, потому что они там все в пыли. Я до этого не видел, что где-то так делали. На хардкоре у нас, допустим, мы ставили посадки, снимали в помещении, мы же без света все это делали. У бойцов были темные комбинезоны, посадки их не видно было. Их усиливали, там, ставили уже там четверные, пятерные какие-то там. И тем не менее, все равно на посте пришлось дорисовывать. Практически можно было бы и с нуля рисовать все это. А, и поэтому в этом примере как раз хорошее, что за счет белых вот таких облачков сразу читается, и в общей массе вот это все взрыв. Ну, если пролилась, понятно, что мы бы этого не видели. Да нет, это далеко отсюда, конечно, не видно. А просто отыгрывать, ну, как-то скучно. А так интересно, что реально попали. Запах на полна по утрам. Как моя бабушка спрашивала у меня, доплачивают ли за обнаженные сцены артистам, а я хочу спросить, доплачивают ли вам за сложные какие-то супертрюки. То есть у них разная ценовая категория? Да, такие трюки, они отличаются по цене от обычного рядового дня. Есть трюки повышенной категории сложности, за которые платится, ну, больше. То есть это отдельные расценки. Причем идет по количеству дублей. Каждый дубль оплачивается отдельно. Допустим, те же горения, там, либо же перевороты машин, или высотные падения, там, свыше 10 метров. То есть это топ самых дорогих трюков. Горение, переворот и свыше 10 метров. Самые дорогие трюки. А если как Мартин, который 7 раз перевернулся, за каждый переворот ему ценник капал? А, это было на стритрейсере. И как бы, ладно, мы сейчас заплачем за 6, он такой, 6 мало, я 7-ой докручиваюсь и выжму полную зарплату. Ну, на самом деле, там трудно рассчитать. Ну, можно только примерно, что он разгонялся, учитывая скорость, а дальше работает пиротехника. То есть он не с козы переворачивал, с пушки. Где его пушки? Да, пушка была. А вам вообще страшно? Кому не страшно, ты уже там. Понятно. Тем уже не страшно. Тем уже не страшно. А что для вас самое волнительное, вот лично для вас? Такие серьезные горения, особенно, когда массовые горения. Как на Сталинграде, вот мы горели на Сталинграде. Сам сказал, 100 или сколько было? Да там уже сбились со счета. То было 130, потом уже 150, кто-то говорит. Ну, уже непонятно. Там уже сейчас уже байками, скорее всего, обросло. Но больше стоит не точно. Ну, больше точно, да. То есть у нас рекорд вообще мировой по количеству горений на проекте. И по количеству горящих людей в кадре на тот момент, это было 14 человек одновременно горело. Мы где-то неделю, мы только занимались столько горениями. Смотри, твоя работа делать эффектные драки, взрывы, вот это вот все. Но вот, например, вот эта сцена, где просто куча людей, это не сами бегают, либо это все-таки ты тоже подключаешься к этому? Или это бригадир массовки делает? Когда это связано с какой-то суетой такой, когда люди там могут друг друга отшвырнуть где-то, что-то сделать такое. Но все-таки, да, это работа постановщика трюков. Среди них есть каскадеры. И просто каскадеры там берут на себя несколько человек, которые массовка. И организовывают там каждую маленькую такую свою историю. А, то есть как с сотами получается? Ну, потому что... Ты такой каскадер? Да, я постановщик трюков, я не могу этой толпой каждому прийти объяснить. Это меня не хватит просто на всех. Поэтому мои люди работают с общим этим электоратом, грубо говоря. Какое бывает у вас количество людей вообще в подчинении, вот максимум на проекте, сколько каскадеров работают? Ну, одновременно где-то 21-22 человека у меня было. То есть я каждому не разжевываю, то есть я объясняю общую задачу, потому что что-то я могу не увидеть. Я уже смотрю как режиссер, я смотрю общую картинку. Что сложнее, сделать там хорошую драку на два человека? Либо, например, вот просто люди бегают, выпадают и ломаются. Вот сколько, 500 человек? По подготовке массовую быстрее сделать. Потому что, когда дерутся двое, это хореография. А здесь просто нужно правильно организовать перемещение людей, чтобы это было безопасно. Посмотреть, с собаками это тоже ставит постановщик трюков? Вот эти все придумывают, как собака прыгнет, как он ее будет бить? Постановщик трюков может разработать, чтобы это было по кадру правильно, да? А работа сама с собакой, это отдельные люди. Кинологи часто занимаются. Ну, то есть ты говоришь, что мне нужно, чтобы она прыгнула оттуда, а они пусть мучаются, это и делают. Ну да, у них, как бы они все время это отрабатывают. Сложно вообще с животными работать? Сложно, на самом деле. Помню, я рекламный ролик снимал, где мы на кошку смотрели, да повернись ты. Вся группа сидит, да просто рожу повернем, это крупный план. То есть это уже не спланируешь, поэтому да, с ними тяжело, это особый определенный подход. А часто вообще куклы используют? Ну вот укропнение, да, здесь видно, что двигается по-другому, то есть она когда вцепляется, она рвет, а здесь она как-то так просто, он ее сам таскает. А, ты сам ее сам шатает, поэтому она и сдает движение. Это видно, да. Это как в Эдвуде было, что ему нужно было бороться с осьминогом, а у них там ни батареек, ничего не было. Он такой говорит, типа, а как я с ним бороться буду, это же монстр. В итоге он ложится, обнимается с этими, такой, о-о-о, ой, я там осьминог. Ну, типа этого, да. Кто-то снял с него мотор, так что, когда будете с ним драться, трясите его щупальца, будет выглядеть, будто он вас убивает. На побеге из офиса у нас ребята приезжали, такая средняя, скажем, собака. Вот, это специальные ребята, это же предшественник хардкора, клип. И, значит, собака работала на своего же человека. То есть с ней боролся какое-то время, когда он ее начинает крутить. Поворачивают камеру. В этом куске у нас идет монтажная склейка. Дальше мы просто брали плюшевую игрушку. Причем она абсолютно не похожа, она такая, как это уродливая была, знаешь, такая вообще. Тебе просто набили камнями, ну и кидали в окно. Ты что, разбилось прямо окно от нее? Ну, не сразу. Так вот, я тащусь от пап и мюзиклап работаем. Ты был постановщиком трюков на этих фильмах. Здесь такой бодрый экшен. Сколько вы его вообще готовили? Конкретно эту сцену. Сколько мы месяц, наверное, сидели в павильоне. Нужно было больше не какие-то трюки, вещи отрабатывать, да, или там схемы. А одновременно сразу смотреть, как это будет с камерой смотреться. Поэтому приходилось смотреть, снимать и менять. А, потому что это новый вариант? Потому что, да, это вообще другое. У вас одна эта штука была или многое? Две камеры, кстати, стояло. Все думают, что 3D, а на самом деле она просто дублирующая, потому что часто включалась. То есть одна тут, одна тут камера? Нет, нет, здесь не стояло, здесь не может стоять камера, только здесь. На подбородке. Это опытным путем еще на побеге из офиса он вывел такую тему, что когда камера стоит здесь, это сразу видно, что высоко. Вот если ты общаешься с кем-то, стоишь, это видно, что человек смотрит тебе куда-то выше уровня глаз. И плюс, если мы берем именно не POV, а от первого лица, тут есть разница. Ты когда голову наклоняешь, отсюда ты не видишь свои ни тела, то есть ничего. А здесь ты видишь. Классно, потому что думаешь, что тут. Ждем, не ждем. Смотри, они здесь-то прям реально умирает офигенно, они падают прям раз, два, три, четыре. У него сейчас так голова отлетела. И очень неестественно смотрится, а это как? Это я людям преподаю именно такой стиль. Где я первый раз увидел, как люди умирают хорошо, да, это спасение рядового района. Вот естественно, жизненно. Пуля попала, мозг выключается, ты расслабился просто. Вот это сложнее сделать, чем обычные падения. Ну обычно как падают, страхуются же руками. Это делают все. А вот это делают не все. Ну тоже фишка, иногда я прошу не застегивать каски. Чтобы они отлетали, да, эффектно? Да, это эффект. Человек головой дернул, каска улетела. Ну слушай, это, кстати, прикольно, потому что ты на это не обращаешь внимания, но глубину она дает. Это работает. Смешно кинул. Так деликатенько. Это воздушный взрыв, там пушка стоит внизу, воздушный, цемент. Цемент, то есть вы просто прям по-хардкорному цемент убьете? Цемент заложен. Мы в России живем, цементом работают. Допустим, в Америке или там в Европе. Тут такие взрывы, у них какая-то есть специальная глина. Которая безопасная? Ну она даже полезная, вроде говорят. Ну реально вдыхается. А, то есть, поэтому, да, актер стоит вот здесь вот он... А он, да, он уходить не хотел, он не понимает. Он там привык работать, а тут ему боятся сказать, что это цемент. А, он думает, он вспал, стали на комнате, сейчас подышу. А в итоге кирпичи у себя в легких отложил. Потому что вся группа выбегала, то есть после каждого взрыва, там полчаса люди ходили и ждали, пока все это выветрится. А он там вспал. А он стоял, да, и героически это вдыхал, короче. Вот это актерская работа, что ж. Ну, то есть в России приезжает сниматься только один раз, да? Приехал, вкусил, и потом такой, есть, знаешь, галочка в фильмографии, но второй раз не на гол. А вот, вот перед ним, то, что перед ним летит, это рисованное. А то, что у него работает, это настоящее. То есть у него работает посадка здесь, с кровью. То есть когда он падает на попу, сначала садится, а второй его добивает. Второй, это сзади висит пороховой заряд на периле лестницы. Подвесили мешочек такой с цементом. И он дорабатывает сзади у него. Ну, эффект получился очень хороший. Для объема, да. Ой, у него шапка улетела? Его на нитку привязали, дернули? Как сделали? А как-то угадала. Да? Все. Спец, потому что я тут сижу, меня всему учат и научили. Вот такая умная. Окей, у Спилберга бутылки могли быть дорисованы. Здесь вы тоже дорисовали эту летающую гранату? Или действительно кто-то так снайпером попал? Граната летела, да, ее бросали. Там вот осыпающийся вот этот кусок балкона, да, его дорисовывали. Я прикрою, пошел! И вот тут. О, это офигенно вообще. А это, как бы, это чувака подкинули, или это манекен? Да, нет человек. Понятно, что отлетающие части тела они рисовали потом. А как его там, подкидывали снизу? Дергали тросом тоже наверх. Делали стопку матов. Он ложился, заряжался уже на матах просто. И все, мы через верхнюю точку в определенный момент, то есть давали взрыв пиротехнике воздушным тоже делали. Все, ребята дергали, подбрасывали. И потом его просто отпускали, бросали, он падал обратно туда. А эти нарисовали, что у него все отлетело. Вот. Чуть-чуть матрица. А как это, даже его на тросе, да, на речке толпнули и не постирали? Да, мы, да, была антенна-то дорога тросовая наверху. Провезли как бы? Да, на каретке прям возили его. Туда-сюда? Да, туда-сюда возили, то есть как бы по горизонту. А я не помню, дубли где-то, наверное, 5 было точно. На этот скинули. Вот манекен. Это манекен. А, да, да. Но почему человек даже не дернулся? Он же упал от тела. Это же очень громко. А он такой стоит. Тут такая комичная ситуация вообще, на самом деле. Не всегда получилось сконнектиться по переводу, да, правильно. Вроде бы, что-то понял, о чем речь. На самом деле, все понимают, что он ничего не понял. В момент до этого, когда камера смотрит на двух крайних, которые умирают, бегут сюда на нас, в этот момент ребята уже сбрасывают манекен. И когда камера доворачивается, она должна просто увидеть, когда шелта стоит в сторону манекена, как будто только что он выстрелил туда. И вот манекен упал. И он не понял, он стоял сюда в итоге. Поэтому вот так вот все. Зато он видишь, только смотрится такой, я бравый вояка рядом со мной, хоть что, все взрывается. Слушай, он у тебя цемент ложками ест. А ты еще говоришь. Вопрос только, почему тело рядом упало, но это ладно. Ну, бывает, слушай, война. Эту сцену мы снимали в два заезда. Вот этот лифт, на котором он ехал, художники не демонтировали, они оставили его. И когда приехали второй раз, короче, лифт местные украли, естественно. А, ну, кого? Лифта не было. И тут как бы выхода нет, мы снимали так, чтобы эту сторону не видеть. А где вы это снимали? Это Калязин. А, ну, в Калязине тогда понятно. Первая моя смена как актера. То есть по фильму последняя, потому что меня сейчас засыпет, у нас всех там засыпет, сейчас завалит. А по съемкам, это первый день моих съемочных, вот эта роль, ее начал играть Юрий Быков. Ты как эскадер, а почему ты вдруг решил в кадр-то полезти? Не, ну меня как бы... Илья попросил, Илья попросил, да. Они с Шотта Копли посидели, Илья вечером там что-то и сказали, что как бы надо переснимать. Непонятно, по каким причинам, но, в общем, как бы... Мутная история. Запах напал на полтрам. Спасибо большое, Олег. Представитель настоящей мужской профессии, которая не так много в кино, настоящих мужиков, рискует своей жизнью, своим здоровьем ради того, чтобы нам с вами было классно, эффектно смотреть кино и подключаться к просмотру. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Для вас же я наряжаюсь. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!